Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Новые вопросы. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения. Мы спрашивали, что вы делаете лучше всего. Мы обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твереград. Итак, тема программы «Как разглядеть талант у ребенка и развить его». Давайте начнем с того, на ваш взгляд, каждый человек талантлив или это дар, который дается не каждому? И вообще, что такое талант, что такое дар? Разные это понятия или тождественные? Ну, лично мое мнение, что можно сказать, что одаренность, ну вот как слово одаренность, да, есть практически у каждого человека. Могут быть исключения люди с, скажем так, с неправильным функционированием организма, да, функционированием организма, с какими-то заболеваниями. С особенностями развития. С особенностями развития именно организма, даже не мозга, потому что влияют некоторые гормоны на то, как человек действует. Если организм не вырабатывает некоторых гормонов, вполне возможно, что человек не проявит свою одаренность вообще никак. Ну, это вот один из критериев такой, да, небольшой. То есть, вот сколько есть информации на вот эту вот одаренность, как бы, если ее можно, как бы сказать, одаренностью, да, влияет три критерия. Этот человек должен быть любознательный, он должен проявлять некоторые лидерские качества, то есть уметь говорить, показывать себя, уметь вести за собой. И плюс третье качество — это самооценка. У него должна быть, грубо говоря, есть такое понятие, завышенная самооценка, адекватная завышенная самооценка. То есть, человек, когда ставит себе некоторые задачи чуть выше плана и готов их достигать, то есть самооценка не должна быть занижена. И вот не имея одного из этих критериев, очень трудно проявить будет человеку свой дар, талант и все остальное. То есть, если у него, как мы до этого разбирали, нет мотивации движения, да, любознательности, нахождения всего остального, ну, он, как бы, будет сидеть и ничего не делать. Тут мы ничего поделать не можем. И вот на каждый из этих критериев, да, влияет определенный гормон в нашем организме. Если у кого-то организм их не вырабатывает, тут уже сложно. Поэтому я говорю, что одаренными можно считать 98-99% населения. Ну, если, конечно, я не знаю точную статистику медицинскую, но... Ну, а что касается таланта. Вот, да. Я, наверное, другое мнение выскажу. Да, конечно. На мой взгляд, действительно, если к таланту, да, сразу перейти, что если талант рассматривать как какой-то максимальный вес, да, какой-то максимальный... Ну, превосходную степень. Да, превосходную степень чего-то, да, как этимология этого слова сделана, то в чем-то каждый человек в каком-то одном моменте может быть, да, превосходен относительно всех других людей. Вот. То есть, по вашему мнению, каждый человек талантливый. Ну, потому что физиологически он чем-то будет отличаться, и эмоционально, и с точки зрения мыследеятельности. Вот. Он будет отличаться все равно от людей, чем то. И в этом он и будет талантлив больше, чем все остальные люди. Вот. Насколько степень этого будет сильно проявляться, или вот Паша затронул такой момент, именно проявление еще этого, да, то есть обладать этим можно, вот, но насколько это можно проявить и показать... И развить это, получается. Да. Да, и развить максимально в себе, вот, это такое, да, особенность. Более того, что люди же еще могут себя сами менять, это можно еще и приобрести дополнительные какие-то критерии, усиливать у себя. Вот. Это зависит от каждого, вот это в каждом есть. Вот. Несомненно. А вот нужно это развивать, не нужно это развивать, усиливать, это на самом деле может быть тоже решение каждого. Кто это должен развивать. Да, и кто это должен развивать, и нужно ли отбирать таких людей, концентрировать там и так далее. Это вопрос очень такой. Ну, отбирать и концентрировать их, в принципе, мне кажется, не получится. Ну, просто мы не отберем. Кто должен быть эти селекционеры? В школе «Сириус» государство пытается отобрать таких людей. Ну, а у нас были такие опыты... Как страшно звучит, опыты, эксперименты. Это реально опыты, эксперименты, когда пытаются отобрать одаренных людей. И кроме «Сириуса» есть еще школы, есть интернаты одаренных детей, как они себя называют. Ну, хотя там не сказать, что все супертанантливые гении, но, тем не менее, по каким-то критериям детей отбирают, прям интернатами. И вот школа «Сириус» и что-то им подобное. Ну, сами посудите, у нас все общество пыталось что-то делать. Вот выделять какие-то такие, как это сказать, резервации умных людей и собирать их туда, и потом еще и выводить. Причем общество, я не говорю про российское, я говорю, в принципе, про мировое общество. То есть самый страшный вариант, да, это вот при фашизме пытались вывести натуральных арийцев, или как там правильно, да. Но это же то же самое, создание суперчеловека, талантливого, гениального во всех отношениях. Это прям крайность. Ну, это крайность, да, она была сделана жестко. Но подобные эксперименты, именно эксперименты были и в Советской России, при, насколько я знаю, при Сталине, вот. И до этого в других странах то же самое проводилось. То есть люди периодически пытаются вывести какое-то общество гениальных людей, но у них в этом мало что получается. То есть ни одного реального результата по выводу рода таких людей, да, там, иксменов, ну, их нету. Ну, по крайней мере, я не знаю, может, Артем знает. Да, технология, наверное, на самом деле страдает. А, вот технологии не хватает, да, в технологии ждем, что будет дальше. Давайте мы все-таки в наш, да, мир вернемся, в более приземленных вещах поговорим. В каком возрасте может проявиться талант? Только ли у ребенка или, например, в подростковом возрасте, то есть ребенок ничем не отличался, а в подростковом возрасте у него прям вот проявилась даже не то чтобы тяга, да, а вот именно способности к чему-то. Проявляться может в разном возрасте. Тут самый главный момент, может быть, изначально, который можно задать, в том, что если просто начинать усиливать талант, да, то есть предрасположенность к чему-то у человека, это очень однобокий подход. То есть мы пытаемся усилить один элемент на другие, не обращая внимания. Вот, и в данном случае получается так, что происходит разгармонизация организма. Когда извне, особенно извне, если пытаются усилить какое-то, особенно это в спорте видно. То есть мы про ребенка, да, говорим? Если мы вот усиливаем что-то вот с детства, конкретно внимание, да, обращаем на что-то, то есть он гармонично не развивается, не получает всех необходимых знаний в том объеме, в котором получает, ну, обычный ребенок. Да, можно отметить, что технология именно такова, что пытаются усилить только вот один этот момент. Ну, это как в притче про реку, да, если реку сделать русло ее глубже, то она потечет быстрее, но при этом не будет она более многоводной. Вот, человек более сложный, да, механизм. И в спорте тоже видно, да, что пытаются усилить один момент, да, физический какой-то непосредственно, который есть предрасположенность, физиологическая у человека, да. И во множестве количеств случаев мы видим, что по другим элементам происходит пробел. Ну, как есть такой стереотип, да, что страдают интеллектуальные способности. Это, да, это в первую очередь стереотипы. Есть некоторые чемпионы, да, которые могут показать пример гениальности в математике. Вот, да, и поэтому это может проявляться в разном возрасте, да, но опять-таки же нужно понимать, что это может меняться. Тоже есть момент, что увидев что-то, когда ребенок делает какой-то прогресс очень быстрый в каком-то одном направлении, да, все сразу говорят, от таланта. Ну, мы про родителей говорим. Да, конечно, про родителей или про наблюдающих, про педагогов там и так далее, да, говорим, что вот они подмечают, говорят, вот, это как бы надо развивать. Но это может быть просто какой-то всплеск, вот. Это не обязательно, что у него именно к этому предрасположенность есть. Это может быть какой-то просто всплеск, который потом просто... А чем он обоснован, этот всплеск? Интересным. Конечно. Интересным, опознательностью, движением. То есть ребенок впитывает от этой сферы все, что ему нужно? Что ему интересно, разбирает и все. Единственное, дополню, талант и одаренность, они схожие понятия. То есть талант это такая какая-то превосходная степень одаренности, можно сказать, ну, по крайней мере, по определению. А одаренность это наличие потенциально высоких способностей у человека, ну, для решения каких-то задач. Ну, то есть это предрасположенность. Да, это возведение. Ну, даже, возможно, непредрасположенность, я бы это сказал, наличием навыков плюс интересом любознательностью и всем остальным к чему-то, к какому-то предмету, да, или к какой-то деятельности. Соответственно, он набирает навыки. Не можем же мы сказать, что ребенок возьмет и соберет там в 2-3 года атомную бомбу. Ну, грубо говоря, извините. Ой, не упаси Господь. Да, не, ну, в мирных целях, допустим, да, там, вот. Вот, но приобретая навыки, интересуясь физикой и всем остальным, к определенному возрасту он это сможет сделать. И когда мы скажем, что он одарен? В 2-3 года? Или когда он сделает все-таки то, к чему он шел? Вот в этом вопрос. И многие ученые говорят, что про одаренность и талант до совершеннолетия, 18-20 лет, говорить вообще смысла особого нет. Ну, опять-таки, мнения тут разделяются. Это настолько дискуссионная тема. Талант, гениальность, одаренность, что прям все копошатся в ней периодически постоянно, начиная от генетиков, заканчивая психологами и всей остальной массой ученых. Вот. И поэтому до вот этого определенного периода, как Артем уже говорил, надо давать ребенку пробовать все. Но при этом, если мы берем такую штуку, гениальность, допустим, Моцарт, ни с кем не оспариваемый гений. Но если углубиться в историю, этого Моцарта, папа его, таскал по всем музыкальным предметам, на всех инструментах заставлял играть, таскал с собой в путешествии, практически не остановлюсь. Без осуливого его желания. Про желания, честно говоря, не знаю, знаю историю. Но в конце концов Моцарт выдал такое, что до сих пор разбирают все подряд и считают его гением. Вот где тут гениальность? Предрасположенность, талант, гены или просто долгая и упорная работа. В области истории я не знаю, был ли Моцарт гением или знал ли вообще что-то, или в области математики. Но здесь его можно назвать гением и одаренным. И тут вопрос. Продолжая то, что Артем сказал. Если родитель начинает ребенка таскать, таскать, таскать в одном направлении, то, возможно, в этом направлении его назовут гением. Да, в других направлениях не назовут. И пословица то, что гениальный человек гениален во всем, это фикция. Это реально фикция. Он может быть неплох в других вещах, но, опять-таки, в вещах, близких с тем, в чем его считают гениальным. Вот. В другом, допустим, там, ловить рыбу или готовить борщ, он может не быть никаким. Абсолютно профаном быть. Да, да. Ну, а если вот у ребенка в детстве нет ни к чему абсолютно тяги, стоит ли его, вот как вы говорили, да, не в одном направлении развивать, а стоит ли его родителям, так скажем, загружать вот всеми возможными кружками, которые есть, чтобы он потом выбрал то, что ему нравится? Здесь еще маленечко в предыдущем. То есть драм кружок-кружок по фото, да? Я хотел еще немножко, Павла, по предыдущему вопросу дополнить, наверное, даже другую точку зрения высказать, что касается Моцарта, да, что его там отец прикладывал большие усилия и получился такой гениальный человек. Это, наверное, единственный случай, да, один из единственных случаев. Ты бы мотаешь, ты говоришь в микрофон. Но это не единственный случай. Это не единственный. Но, опять-таки, таких случаев крайне мало. Потому что, если мы возьмем художников, которые писали картины, таких случаев практически нет. Павло Пикассо. Что там у него? Его считают гением. Сколько он выдает картин? Он самый картин, скульптуры, всего остального. Нет, случаев очень много, когда человек делает себя сам и делает кропотливой работой. Конечно. Я не назову, конечно, имена и фамилии, но 100% есть музыканты, которые прямо говорят интервью, то есть, ну просто я забыл фамилию, прямо говорят, меня с пяти лет таскают на скрипке, я по 12 часов играю. И потом говорить про гениальность. Пугачёва в одном из интервью говорила, что мама её заставляла ходить в музыкальную школу, и это было просто прямо с истериками, с криками, со слезами. Переведём, да, в другую плоскость, что сколько детей заставляли ходить со слезами в музыкальную школу, а Пугачёва такая одна, на 100 тысяч человек. Согласен. А могло бы и не быть. Нет, здесь нет связи между этими явлениями. От того, что ты ходишь, и тебя заставляют куда-то ходить в музыкальную школу, это абсолютно никакой гарантии нет, никакой гарантии нет, что человек станет гениальным музыкантом. Это случайность возникновения того, что это так и так произойдет. Точно нет гарантии, если не войдет никуда, и он станет гением в музыке. Вот точно нет гарантии. Ну, а так это или нет, нашу полемку мы продолжим сразу после рекламы. Время и дети. Время и дети на Пилот-радио продолжается. Сегодня мы разговариваем о том, как разглядеть талант у ребёнка и развить его. А вообще, как обнаружить талант у маленького ребёнка? Ну, вот опять-таки вопрос. Что мы поднимаем под талантом? Вот эта вот суперодарённость, которая в высшей степени, то есть у маленького ребёнка. Мы можем, по моему мнению, видеть то направление деятельности, которое ему нравится, то есть к которому его тянет. И опять-таки это мы видим в определённый момент времени, когда ему сколько-то там лет. Ему может нравиться всё. Он может изучать там бегать жучков-паучков, может бегать варить тут же суп, и тут же, я не знаю, считать какие-то математические действия небольшие производить. Но тем не менее, через 5-6 лет, или даже через год, его как бы раз и двинет в другую сторону. Он начнёт рисовать. То есть ребёнок развивается, он смотрит мир, он видит мир, он что-то хочет. То есть мой личный совет, просто дать ребёнку, во-первых, возможность выбора вот этих кружков или чего-то есть, и давать ему пробовать. Единственное, что как всё-таки арт-педагог и педагог, в определённый момент, если человеку нравится год-два, я бы советовал остановиться. И всё-таки не то, что остановиться в других направлениях, а именно с этим направлением, чтобы оно осталось, то, которое он уже ходит уже 2-3 года подряд. И ему нравится. Да, и ему нравится. То есть, естественно, с другой стороны, как психолог, я понимаю, что тут тоже барьеры могут быть. Человек может уставать, где-то будут нагрузки, где-то ещё что-то. Тут уже работа родителей, как педагога, как воспитателей, которые могут ему помочь избежать, справиться вот с этими нагрузками. Ну и отдых давать, и поддерживать всячески, и мотивировать хвальбой, да, там и всем остальным. То есть вот в таких ситуациях. Но, говорю, пробовать и давать смотреть, ему нужно всё. И когда человек остановится, он сам остановится на чём-то в определённый момент. Ты захочешь что-то делать. Здесь я в данном случае бы, наверное, даже задал вопрос такой, а зачем его, скажем так, обнаруживать и развивать? Помогать ребёнку? Помогать? Если мы ему помогаем, то это не его, скажем так, желание. И он будет всячески этому сопротивляться. Ну, либо каким-то образом принимать, но при этом развитие, скорость его развития будет крайне невысокая. Но ребёнок же сам не придёт на фехтование, не скажет, что ему нравится фехтование, если ему не помогут. Или, например, возникнет какая-то в кружке кризисная ситуация, может быть, конфликт с, ну, каким-то своим одногруппником. Даже с преподавателем, может быть. У меня такая ситуация была. Или с преподавателем. При этом ему нравится этот предмет, нравится этому направление, но при этом он не хочет туда ходить. Вопрос здесь не в том, что это ему не нравится, а именно конфликтная ситуация. Да, конфликтную ситуацию нужно разрешать и её убирать. Это, конечно же, да. То есть, в любом случае, участие родителей. Да, участие, да, однозначно, но не, скажем так, не воздействие, не призыв и не мотивация к обучению в этом направлении. То есть, не развитие. Потому что самое быстрое развитие происходит тогда, когда человек сам хочет этого. Вот. Если он не будет этого хотеть, то даже если внешне кажется, что у него есть к этому талант, смысла в этом никого не произойдёт. Соглашусь, но ребёнок пятилетний сам не придёт в кружок и не скажет, я хочу с вами заниматься. Нет, ему удавать надо показывать. И кружки есть. Конечно, рассказывать. Вот как бы мы сидим, допустим, со своей дочерью, я же не буду её за руку поводить по всем кружкам. Но я её начинаю причислять. Есть одно, второе. Музыка, спорт, там, я не знаю, робототехника. Есть даже туристический кружок. Куда бы ты хотела? Она думает, смотрит. Если вот, ну, естественно, у меня есть как у родителей куда-нибудь её сводить. Ну, что-нибудь такое показать, да, чем бы я хотел заниматься, допустим. Я ей могу прийти и показать, реально вот в кружок даже привезти, сказать, смотри, что тут делают. Но если она мне говорит завтра, нет, я сюда не хочу, я пойду вон на бадминтон, куда она меня ходит, всё, вопросов нет. Никакого давления с этой стороны нет. Но показать и рассказать, как бы вот, грубо говоря, обязанность родителей, да, как бы мир ребёнка, вот, увеличить. Здесь больше, наверное, да, больше, наверное, подойти чувствительно к этому процессу, потому что очень часто ребёнок говорит, куда он хочет идти. А давайте послушаем, что говорят наши дети. Не слышат этого. Да, у нас рубрика «Детское мнение». Мы как раз сейчас послушаем, что говорят наши детки на тот вопрос, что ты любишь делать, что у тебя получается делать лучше всего. Детское мнение. У меня хорошо получается рисовать, готовить, петь. Но лучше всего у меня получается танцевать. Я танцую каждый день. Танцы – это моя жизнь. Выбок ловить, петь и танцевать. Помогать в деревне. И ещё помогать маме. И ещё мыть посуду, и мыть полы, и пылесосить. У меня хорошо получается рисовать, петь, плавать и танцевать. Но больше всего у меня получается рисовать. В свободное время и в школе на переменах я рисую. Мне это очень нравится. Я делаю слово, говорю игрушки, рисую, собираю пазлы. Я выступаю на сцене в «Металлисте». Я уже участвовала в новогодних спектаклях. Мы ставили «Красавицу и чудовище». Просто выступал на сцене. Ещё я люблю рисовать. У меня это довольно получается. Красиво выходит. Мне самому нравится. Это главное, мне кажется. Я лучше всего умею рисовать. Раньше я с мастер-классами рисовал. А теперь без мастер-классов. И так хорошо рисую. А ещё у меня есть какой-то талант хотя бы танцевать. Детское мнение. Ну, такие у нас золотые детки талантливые. На что я обратила внимание, что, как правило, ни один ребёнок не сказал, ну, кроме самого старшего, вот, который занимается театральным искусством, а так практически никто не сказал только одно направление. Все говорят, что умеют и рисовать, и танцевать, и петь. То есть они действительно ещё не определили, что им больше нравится и считают, что, ну, хороши во многих вещах. Вот, как я и говорил, сфера-то, в принципе, одна идёт, творчество. Вот такое творчество, ну, творческое выражение, даже и в театральном. Единственное, что выделился человек, который по хозяйству помогает, да, и всё остальное делает. Ну, непонятно, почему он хотел сказать именно это, но он это делает. Ему почему-то это нравится. То есть тут вопрос, может быть, он в технике будет разбираться. Может быть, семья так, да, в семье так вот. Может быть, они коллективно убираются на выходные. Я слышу тут, да, такую конструкцию, что есть, да, танцевать, петь и... Что там ещё было? Театр был. Рисовать. Да, и рисовать, да. Рисовать, да. Вот, это вот тот набор кружков, который существует. Но одна девочка вот рыбу ловит. Да, это вот был вот интересный момент. Вот, да. Добычный. А вот есть вот кружки, которые вот у нас есть, присутствуют, вот в них как бы и движение происходит. А если бы это формировалось бы не кружками, да, а каким-то другим подходом, да, возможно, было бы намного больше вариантов. Ну, а каким, например? Это с одной стороны. Ну, то есть мы говорим о муниципальных, да, скажем так, вот кружках, которые вот есть, поэтому они и в детском мнении лучше представили. Да, наверное, даже и коммерческих, да, потому что коммерческие кружки тоже недалеко, скажем так... В разнообразие ушли. Да, в разнообразие ушли, потому что вот есть такая штука, которая родителям понятна, как бы, ну и вот двигаются. Но никто из детей не сказал про спорт даже, ни разу. То есть как бы вот... Да, ни спорт, ни какие-то там вязать крестиком там, да, вязать, шить крестиком там, да, вязать... Ну, это тоже творчество, это все равно тоже творчество. Ну да, спорта не было, ни спорта, ни технических. Да, ни технических, ничего. То есть это один аспект, что это может определяться именно этим. А второй аспект, да, тоже соглашусь с Павлом здесь, что это все творческие составляющие. То есть проявление творчества, оно позволяет понять себя намного лучше. То есть вообще понять, что ты из себя представляешь. И через творчество это, да, путь хороший, вот, и он приводит к результатам. Но и тоже видно, что это такой длинный путь, чтобы обнаружить у себя какую-то предосположенность. То есть все этим занимаются, все в этих сферах. Но конкретно сказать, в чем каждый... Нравится мне это еще или нет? Да, в чем каждая из себя, что из себя представляет, что конкретно каждому нравится в себе и куда он готов двигаться дальше, никто пока не может. То есть это такой длительный. Еще самое интересное, заметьте, период времени, когда мы берем вот интервью у молодых людей, да, это школа, обучение, когда они дома и по кружкам. А если бы мы летом их спросили? Вот, думаю, что там было бы гораздо обширнее то, чем они любят заниматься. Ну, а если ребенок не хочет ничем заниматься и ни к чему, у него нет тяги и ничего ему не интересно, вот что делать родителям, чтобы в дальнейшем, возможно, не получить упрек? Вот, много раз мы про это говорили, что таких детей мы не наблюдали, что которые просто сидели бы и все, и никуда бы не двигались. Но они есть, как в анекдоте, не видишь, они есть. Нет, здесь очень много есть нюансов. То есть если внешне даже так может казаться, то по факту у них есть все равно те темы, которые им интересны. Вот, то есть либо они не могут получить доступ к ним, вот, и это ограничено либо родителями, либо обстоятельствами, либо чем-то еще, вот, либо просто не видно, чему есть это желание, вот, из внешних факторов. Вот, это, в принципе, единственное объяснение, которое возможно. Либо просто это не видно, что те моменты, которые ему интересны, да, и чем он занимается, вот, они либо скрыты от наблюдателя, вот, либо происходят в то время, когда наблюдатель просто это не видит. Вот. А ребенок еще не может сформулировать, что это ему нравится. Нет, он это делает сам, просто это никто не видит. Ему классно, он хорошо. На него не смотрят, они не наблюдают, с ними взаимодействуют. И наблюдатель каким-то образом воздействует на него, то есть он делает положение такое, что он ничем не занимается. Еще вариант может быть некоторая, барьер перед родителями, если нет, опять-таки, доверительных отношений, о чем мы всегда говорим, то он может просто, во-первых, говорить нет на все их предложения, нравится ему или не нравится, и, во-вторых... То есть это такая форма протеста. Да, да, и, во-вторых, не открываться, что ему реально нравится. Такое может быть. Причем, если ему родители предложили то, что ему нравится, скорее всего, он будет скрывать, брыкаться и может себе даже это как бы подавить. Ну, то есть не заниматься этим, перестать этим заниматься. Поэтому тут очень много вопросов, очень много подводных камней, но вот тоже на моем случае ни разу не было человека, который не хочет ребенка, я имею в виду, который не хочет что-то, что-то делать. У меня буквально недавно была встреча с таким молодым человеком, очень-очень развитым, которого родители сказали, он не рисует, он не любит, он не хочет и все остальное. Когда я нарисовал для него некое животное, он мне сказал, что у вас получилась чепуха. Это маленький ребенок говорит чепуха. Сейчас я покажу, как надо. Да, и он начал рисовать мне вот этого животного и еще что-то, еще что-то, и все. То есть, опять-таки, мотивация идет. То есть, когда идет работа с ребенком, а это именно прям работа идет, то есть, как бы мы же пытаемся замотивировать, войти в доверие, показать, что тут безопасно, заинтересовать его тем, что есть. И ребенок включается, он что-то показывает, а сказать, что он не может, не хочет, не умеет, тут что-то не держит, ну, просто можно сказать и ничего не делать вообще. Это программа «Время и дети». Сразу после рекламы мы дадим компетентный совет нашей слушательнице. «Время и дети» «Время и дети» на «Пилот-радио» продолжается. Сегодня мы обсуждаем, как разглядеть талант у ребенка и развить его. Также программа, видеоверсия сегодняшнего выпуска «Время и дети» можно будет найти на портале «Твериград». Слушатели «Пилот-радио» и читатели «Твериграда» также могут предложить и свои варианты тем для обсуждения в наших следующих программах. Может быть, вас что-то тревожит в поведении вашего ребенка, вы не знаете, что с этим делать, и вам нужен совет. Тогда вы можете написать на портал «Твериград» или нам на WhatsApp. Номер WhatsApp «Пилот-радио» плюс семь девятьсот двадцать шестьсот девяносто три пятьдесят четыре восемьдесят два. И сегодня нам пришла такая просьба, просьба от девушки нашей радиослушательницы Олеси. Давайте сейчас послушаем, какая помощь ей нужна. «Время совета» «Время совета» на «Пилот-радио». Итак, нам пишет наша слушательница Олеся. «Я отдала заниматься своего сына рисованием. Он проходил год, начал капризничать, что ему не нравится. Стал искать причины, чтобы не ходить туда. То больным прикинется, то устал, то что-то еще. Стали ходить на акробатику. Такая же ситуация через полгода. Потом танцы, потом теннис. В результате отказались от всего. В свободное время он просто ходил гулять. В одиннадцатом классе ребенок с обидой предъявил мне претензию, что он ничего не умеет. А его одноклассники, кто спортсмен, у кого-то выставка рисунков в школе, кто-то поет в концертах, а ему обидно, напомнило ему, что он сам от всего отказался. А ребенок сказал, что нужно было его заставить, так как он еще не понимал, как ему жить. Сейчас похожая ситуация с младшим сыном. Что делать? Он плачет и никуда не хочет идти. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась. Здесь прослеживается такая штука, что из-за того, что родитель достаточно оказывает существенное воздействие на ребенка, сильное влияние, то ребенок привыкает к тому, что за него решают эту ситуацию. И, конечно же, попадая в эту ситуацию, когда за тебя решают, и вроде как бы эти люди, которые решают, они лучше видят, лучше понимают это, и он к этому привыкает. Ну и в принципе авторитет родителей. Причем он еще барьеры ставит этому авторитету и не принимает. Мысль, мысль. Закончу мысль. Мысль в том, что когда ребенок попадает в такую ситуацию и привыкает, что за него решают все, то он тогда и, соответственно, может предъявить претензию. Что, типа, вот вы решали за меня, вы считали лучше, вы знали как лучше, вы думали, куда идти, и не угадали. Ну вот как-то... Даже не дожали. Да, не дожали, не угадали и так далее. То есть вы должны были это делать. Ситуация в жизни наоборот строится. Если ты сам это не сделал, и ты сам не двигаешься в каком-то направлении, когда ты сам это определяешь, вот тогда ты не можешь предъявить претензию кому-то со стороны. Вот как у нас любят претензию предъявлять президенту по каждому поводу. Там дороги плохие, там это плохое, это плохое. Президент как бы, почему он должен отвечать? Да нет, конечно. Он и не отвечает, как бы он и не принимает такие решения. И в данном случае ребенок должен сам определять, куда определиться и определять, куда он может и куда ему интересно идти. И тогда в этом случае, если он будет сам определять, он не сможет никакую претензию предъявить. Какую он претензию сможет? Никакую. Как он скажет? Куда хотел, туда и ходил. Я-то здесь при чем? Нет, вопрос тут даже не договорился. Да, еще не договорился. Вот, и в данном случае, поскольку это реальная ситуация, здесь есть смысл попробовать поступить по-другому с другим ребенком, да, и посмотреть вот эту разницу, как раз она будет очевидно видна родителю, что когда ребенок будет сам идти к тому, что ему интересно, дать ему в этом проявиться и дать ему эту возможность, вот, и он прям по-другому будет к этому и относиться, и двигаться, и он будет привыкать, что он двигается в этом направлении, что и он отвечает за это, и то, что он должен вовремя попасть на мер, даже на мероприятие, вспомнить о том, что у тебя тренировка, вспомнить, как к этому подойти, и пока ты вот через вот эту процедуру не пройдешь, а когда за тебя будут тебя собирать, тебя ко времени постоянно подгонять, там, напоминать и так далее, ну, тогда вот есть человек, который все делает, вот он классно, да, вот меня обслуживает, как бы, да, и меня вокруг, вокруг меня двигается, вот, как бы контролирует этот процесс, зачем мне это делать. Нужно эти все вопросы переносить потихонечку на ребенка, не сразу там валом, а поэлементно там, вот, и постепенно формирует самостоятельность, и он и сам будет определять. И второй момент, сразу же, дозаполнил, дополнил, что он может и поменять сферу деятельности, то есть он может позаниматься чем-то активно, там, месяц, два, три, сказать, мне это не нравится, там, хочу чем-то другим, то есть сделать паузу там или начать всем другим заниматься, это нормально, то есть здесь не нужно это воспринимать так, что вот ему стало трудно, сложно вот в этом процессе, у него не хватает настойчивости, усидчивости, там, вот, желания какого-то, да, терпения, вот, это не в этом дело совсем, вот, а все у него хватает, просто ему это стало неинтересно по другим основаниям совсем, то есть ему стал неинтересный этот процесс, вот, и не нужно его пытаться удержать в этом направлении, в котором ему неинтересно, вот, и, соответственно, он найдет такое дело, которое ему интересно, он может и вернуться, на самом деле, позаниматься чем-то тем, а потом вернуться к чему-то, чего он уже прошел и понял, оказывается, все-таки вот в этом интересно. Ну, я бы хотел сказать, что, как бы банально не звучало, но у меня один вопрос к родителям. А куда делась самостоятельность ребенка и его внутренняя мотивация, желание, любознательность? То есть, где этот упущенный момент годиков с двух до семи, когда как раз вот мы уже в прошлых передачах говорили, про самостоятельность, которую ребенка сам развивает, и главное ему не мешать, и помогать в этом, и создавать просто безопасную обстановку. Получается, что человек вырос, как правильно сказал Артем, полностью в комфортных условиях, да, вот в таких вот, когда за него все решают. Это, вы знаете, мультик был такой, не хочу, да, там такой толстый, большой, я ничего не хочу, ему там все пихали, это не буду делать, это не буду, а его там кормили, выкармливали, такой большой уволе лежит там на кровати роботе. Вот примерно то же самое. С младшим сыном у родителей есть возможность пересмотреть свое отношение к развитию ребенка, вот именно к развитию его самостоятельности, и там мотивация проснется, и все остальное. Поэтому, говорю, как бы не банально, вопрос опять к родителям. Зачем вы такой гиперопекой обложили своих детей, что они у вас ничего сами не хотят выбирать? Ну, ответ, наверное, очевиден, все родители хотят как лучше. Ну, а если у родителей не хватает средств, например, чтобы ребенок занимался тем, чем ему интересно, что делать, и как не сгубить его талант? Ну, к примеру, есть же достаточно затратные виды спорта, сильно затратные в материальном плане виды спорта, но вот по каким-то, допустим, финансовые проблемы у родителей возникли, то есть до этого они могли его обеспечивать, поддерживать ему эти занятия, а потом возникли финансовые трудности не на месяц, не на два, да, ну, как материальное какое-то положение ухудшилось, и вот они не могут ребенка обеспечить этим поддержкой финансовой в этом виде спорта. Что делать? Ну, во-первых, вот лично из моего опыта и как бы все остальное, то есть можно искать множество кружков одного направления, то есть у нас, допустим, берем тоже рисование, про которое говорили, множество кружков в городе, множество школ по разным ценам, с разными условиями, со всем остальным. Можно варьировать, искать все остальное. Понятно, что зависит от преподавателя, еще от чего-то, но если сложилась ситуация, надо как-то измерить. Ну, а если это хоккей, то есть альтернатив-то? Коробка хоккейная во дворе? Хоккейная коробка не отменяется вообще никак, но лично по моему опыту надо работать. Ребенку? Нет, обеспечивать родителям ребенка. В принципе, главная задача. Разные ситуации бывают. Да, и здесь можно дополнить следующий момент, что да, есть некоторые виды спорта, которые действительно крайне затратные. Хоккей — это один из самых практически затратных видов спорта. Также там еда на лошади, например, и так далее. Но здесь есть разные варианты. Если мы рассматриваем хоккей, например, то, во-первых, крайне больших денег стоит новое снаряжение. Не новое снаряжение может стоить уже доступных денег, например. Или же может быть снаряжение какое-то, ну, вообще, либо кто-то раздаривает, например, либо кто-то как-то... То есть, когда ребенок... Главное — начать этим заниматься. Начать этим заниматься и пробовать этим заниматься. Варианты поиска решения. Да, и решения, и самим, соответственно, видом спорта помаленечку заниматься. И когда ты попадаешь в эту среду, там есть ряд возможностей, в том числе в хоккее, да. Вот, когда, например, там кто-то играет в командах, мы общаемся с людьми, которых дети играют в хоккей. Вот, они говорят, что... Да, бывают такие варианты, возможности, что, например, те спортсмены, которые занимаются этим уже давно, да, и смотрят на те, на то, как играют дети, и подмечают тех, кто и хорошо играет, вот, они готовы и подарить часть снаряжения, да, и часть спонсорского снаряжения отдать, да, потому что у них есть контракты, у них есть вариант, возможности это сделать. Вот. Также, опять-таки же, снаряжение меняется, да, и вот в этой ситуации подойти. Кому-то что-то не подошло по размеру, да, это тоже можно, скажем так, договориться среди своих же друзей, там, да, или даже, там, соперников в других командах, да, этот вопрос можно решать. То есть все можно решать, вот. Или же, например, там, у меня есть второй пример, там, с лошадьми, да, это еще более затратный вид спорта, там, это чумовые просто деньги. Вот, но, тем не менее, у нас дети, которые этим хотели заниматься, да, они сначала попадали на саму конюшню, да, взаимодействовали с лошадьми, там, да, вот, потому что не снаряжение там, тем более купить лошадь, это невозможно практически по деньгам, да, даже богатым людям. Вот. Содержать лошадь, это очень крайне дорого. Вот. Они, находясь на конюшне, вот, получали возможность и ездить на лошади, да, и заниматься какими-то упражнениями с ней, в том числе, когда они уже показывали какие-то результаты, их подмечали, да, и говорили, что да, и были готовы с ними тренироваться, вот, и двигаться. То есть надо двигаться, особенно если есть прям интерес к этому виду спорта. И вариться в этой тусовке. Да, и вариться в этой тусовке. У нас буквально вот 30 секундочек до конца программы остаётся. Давайте мы подытожим. Тема у нас была, как разглядеть талант у ребёнка. Буквально одним предложением, что вы можете такой вот итог сказать? Как разглядеть талант у ребёнка? Давайте ему пробовать всё, к чему он только хочет прикоснуться, и смотрите, чем он занимается дольше, больше и с большим интересом. Разглядеть можно подметить, но на этом не зацикливаться абсолютно. То есть это такая штука, которая, она может быть, она может поменяться, и больших, скажем так, надежд возлагать. Но это не нужно. Это просто, ну, будет обманутая надежда. Прямо 100%. Потому что если ребёнок сам чем-то не начнёт заниматься, извне это подтолкнуть, поддержать очень сильно не получится. То есть надо подмечать, чем ему интересно. И вот в эти моменты, когда ему интересно, прям помогать. Вот такое одно предложение. Это была программа «Время и дети». Мы услышимся с вами ровно через неделю. Ну, а через некоторое время программа, видеоверсия программы появится на портале ТвериГрад. До встречи. До свидания. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова